Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Сегодняшняя наша программа называется «Серая зона» или «Как предупредить или распознать сахарный диабет». Сегодня на студии Милюкова Галина Николаевна, главный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Ульяновской области, заслуженный врач Российской Федерации. Спасибо. Добрый день, уважаемые земляки. Рада приветствовать вас. Галина Николаевна, мой первый вопрос такой, что каждый третий взрослый житель в мире рискует заболеть сахарным диабетом. Так утверждают специалисты. Почему так происходит? Какова причина этого? Давайте об этом начнем. Ну, действительно, вы совершенно правы. Количество пациентов с сахарным диабетом, причем речь мы в основном ведем о сахарном диабете второго типа, который занимает 95% от общей популяции пациентов с сахарным диабетом, действительно, во всем мире количество пациентов увеличивается. Ну, и традиционно считается, что основными причинами являются это неправильное питание, большое количество рафинированных углеводов в пище, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, ну и масса стрессовых факторов. В основном все это приводит к тому, что развивается избыточный вес, ожирение, артериальная гипертензия, атеросклероз прогрессирует, который тоже становится все моложе и моложе. И все это в комплексе приводит к развитию диабета второго типа. То есть в целом идет нарушение обмена веществ, это как цепочка такой? Совершенно, да, вы совершенно правы. Галина Николаевна, скажите, пожалуйста, вот какова заболеваемость, я знаю, что вы знаете, все это держите на контроле, какова заболеваемость в Ульяновской области, может быть, по сравнению с другими регионами, есть у вас статистика? Вы знаете, ну, вот было, наверное, уже лет 5-6 назад хорошее российское исследование, Nation, которое показало, что в России это было обследование не пациентов, а вот просто, ну, обследование населения, вот кто попал, да. То есть без всякого отбора специального. И это показало, что более 5%, почти 6% населения имеет либо выявленный сахарный диабет, это где-то 3,5% и 2,5% не знали о том, что у них есть сахарный диабет, но уже имели той или иной стадии нарушения углеводного обмена. То есть статистика такова. На сегодняшний день в Ульяновской области почти 50 тысяч пациентов, взрослых пациентов, больны с сахарным диабетом. Причём вот мы с вами встречались несколько, ну, наверное, лет 5 назад в этой же студии, и я тогда говорила, что у нас уже 40 тысяч. То есть вы видите, какими шагами, в какой прогрессе растёт количество пациентов. Да. Но тут, знаете, палка от двух концов. Выявляемость, да? Да. Плохо, что количество сахарного диабета растёт, но мы стали его лучше и раньше выявлять. А это хорошо, потому что чем раньше мы выявим сахарный диабет, чем раньше этот пациент попадает в поле зрения медицины, начинает получать терапию, тем ниже риск развития тяжёлых сосудистых осложнений, которыми диабет, собственно говоря, и опасен. А вот на самом деле вы можете, так сказать, с полной уверенностью, что сахарный диабет помолодел? Да, несомненно. Если опять-таки взять 15 лет назад сахарный диабет второго типа у детей вообще не выявлялся, то есть это была казуистика, то сейчас в России зарегистрировано уже, наверное, 600 больных, моложе 18 лет, имеющих диабет второго типа. Вот. Такие детки есть и в Ульяновской области. Меликолаевна, ну давайте тогда следующий вопрос мой такой. Вот что такое преддиабет? Вот само понятие, да, и насколько важно действительно поставить диагноз такой, если он есть такой диагноз, да, или состояние, и насколько важна вот своевременность этого состояния? Это вот в настоящее время это считается очень важным. Вот, ну, несколько десятков лет назад, когда сахар у пациента был на грани нормального, там чуть выше 6-7, и к этому все относились, ну, спокойно. То есть сейчас это говорит о том, вот начало, когда клинически у пациента начинается сахарный диабет, то уже установлено, что у него не функционирует полноценно 50% бета-клеток. То есть это в дебюте диабета. Если мы выявляем на стадии до диабета начальное нарушение углеводного обмена, что такое преддиабет? Когда чуть-чуть повышается сахар натощак, даже может это быть не постоянно, а периодически, когда он чуть-чуть, есть норма сахара крови через, глюкозы крови через 2 часа после еды, тоже чуть-чуть превышает. Когда на грани нормального или чуть превышает нормальный уровень, такой есть показатель гликированного гемоглобина. И это еще не говорит о диабете, это говорит вот о дебюте нарушения углеводного обмена, о дебюте, о преддиабете. Если пациента выявить на этой стадии, и если он на этой стадии начнет активно заниматься своим здоровьем, то он или предотвратит, или отодвинет на очень пожилой возраст развития настоящего сахарного диабета. Галина Николаевна, ну это понятно, что, наверное, на первых этапах, наверное, жалобы будут минимальны. Да, их вообще не будет. Вообще может быть не быть. Поэтому уровень сахара, человек только определив его, узнает. Поэтому жалобы будут минимальны. Но все-таки, вот что должно насторожить? Ну, плюс к этому пусть и цифры тоже, да, сахар в крови. Что должно помимо уровня сахара крови повышенного еще насторожить, может, пациента, чтобы он действительно обратился к эндокринологу или к терапевту, да, к первичному звену? Обратиться нужно к терапевту, потому что, да, это удел терапевта, и терапевты знают, как диагностировать и преддиабет. В этом году официально приняты и зарегистрированы клинические рекомендации для первичного медицинского звена по диагностике и лечению преддиабета. То есть это официально зарегистрированы в этом году клинические рекомендации, которыми терапевты руководствуются. Совершенно верно. Ещё раз хочу подчеркнуть, сам преддиабет, начальный диабет, ничем клинически не проявляется. Когда он начинает проявляться клинически, это уже развернутая стадия заболевания. Что должно заставить человека пойти обследоваться? Наличие избыточного веса, наличие родственников, близких, дальних, у которых имеется сахарный диабет. То есть наследственность тоже имеет значение здесь? Да, очень большое значение. Особенно вес плюс наследственность уже два фактора. У женщин важно, если рождение детей 4 килограмма весом и более. Потому что крупный плод тоже косвенно говорит о том, что эта мамочка может в дальнейшем иметь сахарный диабет. Наличие артериальной гипертензии плюс ко всему. Наличие таких факторов, как курение, потому что тоже. Наличие каких-то сердечно-сосудистых уже первых заболеваний. Хронический или перенесённый острый панкреатит. Вот все это факторы, которые должны, так сказать, заставить человека следить за своим уровнем глюкозы крови. Тем более, что знаете, извините, что я вас перебиваю, ведь диагностика сахарного диабета, она невероятно проста. Это сдать анализ крови на сахар натощак. Как часто нужно сдавать, Галина Николаевна? Если есть избыточный вес, то старше 40 лет два раза в год. Если какие-то сомнения на верхней границе, сдать анализ крови, есть такой показатель гликированный гемоглобин. Он тоже сейчас, в общем-то, делается практически в любой лаборатории. И ещё, если эти показатели чуть-чуть хотя бы превышают норму, то обратиться к терапевту, и тогда проводится ещё такой тест толерантности к глюкозе. Он тоже очень прост. Разводится определённое количество глюкозы, выпивается пациентом, и через два часа сдаётся анализ крови на сахар. То есть методы простые, доступные, совершенно погружённые в систему ОМС. То есть всё это совершено несложно. То есть я как раз хотел сказать, Галина Николаевна, что как раз и диспансеризация, и профилактические мышечные осмотры в их объёмы как раз входят определения, в том числе и сахара. Да, и сахар, и холестерин, и артериальное давление, потому что всё это в комплексе. Всё это так называемые метаболические нарушения, так называемые метаболические синдромы. Галина Николаевна, давайте тогда профессионально ещё расскажите, пожалуйста, как нужно подготовиться к анализу именно крови на сахар. Какая-то должна же всё-таки подготовиться, кроме моральной. Подготовки особо и не нужно, потому что есть пациенты здоровые, они специально накануне поголодают, но это искусственно созданный. То есть если речь мы ведём о диагностике, то накануне питание как обычно, но после 8 вечера уже не кушать, пищу не принимать, и можно пить воду, вот чистую воду, пожалуйста. И утром натощак, желательно тоже не покурив, так сказать, прийти и сдать анализ крови на сахар. А вот, Галина Николаевна, преддиабет, он требует какого-то консервативного лечения? Всё-таки вот лекарственные препараты, сахароснижающие, я имею в виду, они назначаются или нет? Да, вы знаете, сейчас метформин зарегистрирован для лечения. Ну вот неправильно рекламировать медикаменты, пока это один. При преддиабете, конечно, на первом месте стоит модификация образа жизни. То есть пациент должен задуматься о том, хочет он иметь в дальнейшем диабет или не хочет. Если не хочет, то это, опять-таки, снижение массы тела, если она избыточная, контроль артериального давления, перестроить своё питание, увеличить свои физические нагрузки те, кому какие доступны. Для кого-то это ходьба, для кого-то велосипед, для кого-то плавание, для кого-то и бег. То есть кому что нравится, кому что можно. И уже на последнем месте вопрос о медикаментозной терапии. В некоторых случаях, да, она назначается и при преддиабете. Вот, Галина Николаевна, я точно знаю, что сахарный диабет, если впервые выявленный, даже второго типа, скажем, он всё равно требует, как правило, всё-таки стационарного лечения. Нет, конечно. Не всегда. Я же говорю, если вовремя выявленный второй тип диабета, вовремя выявленный, то это... Можно амбулаторно задавать. Зачем там вот эти все рекомендации, о которых я говорила, по образу жизни, плюс ещё один или два препарата, которые нужно принимать длительно, постоянно, правильно. Вот. И в этом случае госпитализация не требуется. Галина Николаевна, вот сахарный диабет требует диспансерного наблюдения, да? А вот преддиабет, он тоже, да, требует всё-таки диспансерного наблюдения, именно вот терапевта, да, участкового, то есть это врача первичного звена, да, тоже, получается, требует это состояние? Обязательно. Пациент с сахарным диабетом обязательно требует дальнейшего диспансерного наблюдения. Если этот диабет выявленный, так сказать, как я вот говорю, в достаточно такой вот начальной форме, то наблюдается он у терапевта, с определённой периодичностью сдаёт анализы. Очень важно заниматься самоконтролем, то есть самому определять дома в домашних условиях. Мы вот, наверное, об этом с вами поговорим, да, что существуют специальные средства самоконтроля, которые позволяют определять, и которые, в общем-то, если только его заболевание начинает прогрессировать, в таком случае он направляется к эндокринологу, который уже определяет, как дальше интенсифицировать терапию. Ну, Галина Николаевна, раз уж мы заикнулись, да, есть, ну, и от телезрителей от наших поступает очень много вопросов по поводу того, что есть очень много устройств, таких портативных, да, которые определяют уровень сахара в крови. Их очень большое многообразие. Поэтому вот как человеку разобраться с этим, да, насколько им можно доверять? Давайте вот об этом тоже поговорим. Доверять им можно и нужно. И вот те средства, называются они индивидуальные глюкометры, которые сейчас продаются, они все хорошего качества. Причем, надо сказать, и российские глюкометры, вот те, которые выпускаются сейчас, тоже достаточно точны, и качества у них хорошие. Но никакой индивидуальный глюкометр, ни импортный, ни отечественный, не предназначен для выявления сахарного диабета. Вот где поставить диагноз, нужно на стационарном глюкометре, который стоит в лабораториях, ну, так сказать, в медицинских учреждениях. А эти средства предназначены для контроля уровня глюкозы, контроля, так сказать, качества лечения диабета, степени компенсации. Вот. И все они неплохие. Пользоваться можно любым из тех, которые сейчас. Анатолий Николаевич, ну, вот все-таки вот сам преддиабет, опять же, вот это состояние, все-таки это удел, ну, так скажем, назовем это категорию людей сладкоежками, да? Или это все-таки не так? Зависит от того, что вот употребление сладкого? Ну, знаете, тут такое, вот если не всегда употребление, вернее, не употребление сладкого, как именно, как сладкого является причиной сахарного диабета, а тем, что люди, которые едят много мучного и сладкого, как правило, имеют избыточный вес. Вот. И еще, если у таких людей есть предрасположенность к нарушению обмена, то получается, что прием сладкого требует выброса большого количества инсулина. И у здорового человека поджелудочная железа с этим справляется легко. То есть в ответ на прием сладкого, сладкое очень быстро в виде глюкозы всасывается в кровь, и поджелудочная железа тут же мгновенно выбрасывает инсулин, чтобы с этой глюкозой справиться. Поэтому нет большого пика повышения глюкозы в крови. Если у пациента, у человека еще здорового, есть предрасположенность к диабету, или есть начальные какие-то изменения, то поджелудочная железа с вот этой первой фазой справляется плохо. И она справится потом, но не сразу. И вот этот вот быстрый выброс инсулина уже может быть не таким качественным. Ну и надо сказать, что если такой человек продолжает есть сладкое, то поджелудочная железа вот, ну, все хуже и хуже будет с этим справляться. Если такой человек, имеющий предрасположенность, имеющий избыточный вес, ограничивает себя в легко усвоимых углеводах, во-первых, ему легче похудеть, а во-вторых, у него нет такой постоянной нагрузки на поджелудочную железу, и она работает, ну, качественно и долго. Хочу с другой стороны немножко зайти в наши разговоры. Гестационный диабет, он на самом деле возникает у женщин, у которых даже раньше не было повышения сахара, да? На самом деле это так? Да, вы знаете, гестационный сахарный диабет – это официальное нарушение углеводного обмена, которое может развиться у беременной женщины. Причем это ему придает сейчас большое значение, потому что те осложнения, которые могут быть во второй половине беременности, нередко связаны даже с небольшими нарушениями углеводного обмена. И предрасположены к нему, опять-таки, женщины с обыточным весом, женщины старше 35 лет, имеющие наследственность, имеющие в рождении предыдущих детей с высокой массой тела. То есть вот такие пациентки должны... Ну, у нас сейчас все пациентки практически обследуются в отношении гестационного сахарного диабета. Большинство из них лечится только диетическими мероприятиями, но некоторые должны получать и медикаментозную терапию. И таким женщинам нужно помнить, что если в дальнейшем, после рождения ребенка, все нормализуется, и, как правило, все нормализуется, но они будут иметь избыточный вес или ожирение, то риск в будущем развития сахарного диабета второго типа у них достаточно высокий. Анекан, ну все-таки современные методы лечения сахарного диабета вообще сейчас какие-то есть? Или базово как-то все на том же уровне? Или все-таки как-то движемся мы вперед? Нет, конечно. Какие-то пересматриваются же? Вы знаете, вот то, о чем я говорила, это было и раньше, но и сейчас это никуда не делалось, модификация образа жизни. Что какие сейчас изменилось? Сейчас даже на самой ранней стадии предлагается медикаментозная терапия. То есть не ждут годами, когда соблюдение диеты поможет пациенту выздороветь. Нет. То есть вот он начал соблюдать диеты, прошел там месяц-два, ему предназначается медикаментозная терапия. Потом, возможно, она интенсифицируется. То есть к одному препарату добавляется второй препарат. В настоящее время появилась большая группа современной терапии, их называют инновационными средствами, которые не только снижают уровень глюкозы крови, а которые помогают предотвратить развитие и осложнение диабета. И которые также, например, помогают бороться с шимической болезнью сердца, сердечной недостаточностью. Да, ну потому что одно с другим связано, атеросклероз, да. И это современные препараты, и надо сказать, они в Ульяновской области используются. И в этом году закупались, и пациенты наши их получают. Малькан, ну вот я сам как доктор тоже как-то против категорических диет, таких вот жестких каких-то, да. Понятно, что при сахарной диабете, наверное, все-таки приходится соблюдать. Я вот больше как-то привержен к тому, что вот есть понятие рационального питания. Совершенно верно, вы правы. Давайте вот об этом. Слово диета, оно как-то уже в последнее время немножко дискредитировано. Действительно, диета – это вот что-то жесткое, конкретное, да, такое, ну, диктующее, да. Ставящее в рамки человека. Диктующего человеку. Нет, совершенно верно, рациональное питание. То есть вот как сейчас предлагают, такое правило светофора, да. То есть есть группа продуктов, которые в красной зоне. Это, опять-таки, калорийные продукты, это мучное, это сладкое, это жиры, особенно животные. Есть продукты, которые находятся в желтой зоне, которые можно есть, ну, которые можно есть, так сказать, умеренно. Умеренно. Вот. И так называемые продукты в зеленой зоне, которых можно есть много и которые не повлияют отрицательно и не, так сказать, не вызовут увеличение массы тела. Это все, в общем-то, любой доктор может рассказать, это все известно. Есть такое понятие, оно очень широко сейчас распространено, и все его приветствуют. Средиземноморская диета. Что это такое? То есть это, опять-таки, много зелени, да, овощей, причем в основном свежих овощей, либо там с минимальной термической обработкой без жиров. Это обязательно какие-то большое количество рыбы, причем это неважно, это может быть морская рыба, это может быть наша рыба. Вот. Это кисломолочные продукты, вот, небольшое количество сыра, потому что сыр считается достаточно калорийным продуктом, ну, и умеренное количество красного нежирного мяса. Ну, я точно знаю, что к вам, в принципе, очень просто попасть, да, и на прием, и заполнив лист консультанта, да, у врача первичная звена, и это все можно сделать. Но вот все-таки в каком случае, вот участковый терапевт, потому что нас смотрит тоже и медицинская, как говорится, диаспора, да, вот в каких случаях терапевт все-таки должен направить человека к эндокринологу, вот заполнить лист консультанта, все как положено, объем исследований обязательно должен быть лист консультанта, да, то есть в динамике уже, чтобы вы посмотрели уже, как бы, да, все это при себе там иметь тоже, там, электронные документы, ну, амбулаторную карту, либо саму амбулаторную карту, вот в каких случаях. Да, вы совершенно правильно говорите, ну, вот знаете, сейчас нет, диабет не лечится, вот он не пытается всех вот какие-то единые рамки поставить. То есть есть такое понятие сейчас, как целевой уровень гликированного гемоглобина, целевой уровень глюкозы крови натощак через 2 часа после еды. Это все известно, это все регламентировано клиническими рекомендациями, и, в общем-то, все это просто и широко известно, в том числе и терапевтам. И когда пациент находится в рамках вот этих целевых показателей, то, значит, и пациент понимает, что у него все правильно, и доктор не беспокоится. Если пациент начинает выходить за рамки целевых значений, то терапевт должен модифицировать терапию, посмотреть. Или с питанием у пациента какие-то сложности. Или, может быть, он по какой-то причине прекратил или изменил схему медикаментозной терапии. То есть вот все это, может быть, нужно к одному препарату добавить дополнительно второй препарат. И дальше, через 3 месяца проводится контроль гликированного гемоглобина. Опять-таки, пациент приносит свои записи с уровнем самоконтроля глюкозы крови. И если вот эти мероприятия терапевты не дали желаемого результата, тогда, несомненно, он должен пациента направить по тем правилам, которые вы рассказали, к эндокринологу. В том числе, возможно, направление к эндокринологу. У нас в областной поликлинике 2 эндокринолога принимают, я принимаю. То есть все это вполне возможно. Конечно, еще раз хочу сказать, есть пациенты, которые выявляются с очень высоким уровнем глюкозы, которые выявляются с очень высоким уровнем... Да, ликированного гемоглобина, конечно, таких пациентов нужно направлять на стационарное лечение. И это тоже доступно и возможно. У нас сейчас не только в областной больнице функционирует эндокринологическое отделение, но вновь вот уже в этом году открыто возобновило свою работу эндокринологическое отделение в стационаре ЦК МСЧ. Поэтому врачи работают, пожалуйста, доктора имеют полную возможность направлять таких пациентов. Очень хочется, чтобы наши телезрители при каких-то минимальных повышениях даже сахара в крови обращались к людям в белых халатах. Поэтому я хочу, чтобы мы немножко, скажем так, по-доброму немножко напугали людей. Чем грозит сам сахарный диабет, его осложнение? Если не своевременно выявить, чем это чревато? Ну, знаете, да, действительно, вот когда беседуешь с пациентами, нередко вот как-то у которых впервые выявлен сахарный диабет или у которых он выявлен в течение последнего года, пациент говорит, ну, вот вы мне говорите, я должен делать тот, я должен соблюдать, я должен контролировать сахар, я же хорошо себя чувствую, я ничего, у меня ничего не болит. Но вот я всегда говорю пациентам, что вот те рекомендации, которые дает доктор, выполнение их – залог того, что у вас много лет вы будете хорошо себя чувствовать, и у вас ничего не будет болеть. Потому что что происходит? Исподваль, вот это нарушение вот этих вот метаболизма, сахарный диабет, исподваль действует на наши сосуды. И у нас прогрессирует атеросклероз. Поражаются не только крупные, но и при диабете поражаются очень мелкие сосуды, сетчатки глаза, мелкие сосуды стоп, мелкие сосуды сердца, головного мозга. То есть это микро- и макроангиопатии. И это потом в свое время, у того, у кого это происходит, может привести и к инфарту, и к инсульту, и к каким-то поражениям серьезной нервной системы, ног, глаз. И вот для того, чтобы этого не было, нужно с самого начала, с дебюта, с момента впервые поставленного диагноза, правильно к этому относиться и выполнять рекомендации врача. В завершении нашей программы, может быть, какие добрые пожелания и как от врача-эндокринолога, и просто как от человека, вот нашим телезрителям? Ну, какие можно услышать добрые пожелания от врача? Конечно, это пожелание здоровья, это пожелание активного долголетия, это пожелание того, чтобы и вы сами, и ваши близкие чувствовали себя хорошо, ну, жили здоровыми, не имели серьезных проблем со здоровьем, но в то же время относились к себе очень внимательно. И вовремя проходили диспансеризацию, вовремя обращались к врачу, выполняли те рекомендации, которые дает доктор, ну, и были здоровы. Ну, потому что даже вот мы несколько раз с вами сейчас упомянули диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр. На самом деле, у человека займет это на силу 30-40 минут, да? И на самом деле, вот такой объем сразу исследований, который позволит действительно человеку подсказать, как ему дальше действовать, как дальше поступать, да, чтобы действительно полноценно жить. И, собственно говоря, мы видим плоды этой диспансеризации. Мы видим пациентов, которых выявили, и которые вовремя начали, так сказать, свои шаги к сохранению своего здоровья. Никан, вот хотел еще один момент такой, еще тоже в завершении программы. Мы сейчас проводим вакцинацию, ревакцинацию и от гриппа, и от коронавирусной инфекции тоже, да, это все продолжает, потому что кто переболел, да, 6 месяцев здесь прошло, нужно обязательно ревакцинироваться. И от гриппа тоже. Мы знаем, что вакцинироваться можно, да, сразу, ну, в один день даже можно, и от ковида, и от гриппа. И что грипп действительно дает серьезные осложнения. Вот скажите, ведь сахарный диабет, люди с сахарным диабетом, с преддиабетом, это же группа риска, да? То есть, вот как считается... Незамненно, это и группа риска в плане тяжелого течения ковида и тяжелых осложнений ковида. Ну, и я вот, об этом мы говорили в одной из бесед еще с Валентиной Герасимовной, о том, что, к сожалению, ковид еще привел к тому, что у некоторых людей и развился сахарный диабет в периоде после ковида, да. То есть, это послужило толчком. Ну, там есть этому научное, в общем-то, сейчас обоснование, почему это произошло. Ну, это факт. Да, это есть, и есть люди, которые не имели диабета, а после тяжелого, после того, как достаточно тяжело переболели ковидом, у них он появился. И где-то считается у тех, у кого появился диабет в результате после ковида, что у половины людей это все в течение года должно уйти, а у половины останется диабет навсегда. Поэтому это важный момент, и очень важно предупредить вирусную инфекцию, чем рисковать перенести ее. То есть, получается, они однозначно должны пройти вакцинацию, ревакцинацию и от гриппа, и от ковида, да? Ну, я считаю, что да. Но есть периоды обострения, когда очень высокий сахар. Ну, это, конечно, да. Когда очень высокий, да, какие-то, да, периоды, как говорится, в период обострения любого хронического заболевания нужно вначале пролечиться, а потом сделать прививку. Спасибо большое, Галина Николаевна, за такой продуктивный разговор. Я думаю, что сегодня телезрители получили массу добрых таких советов, очень обоснованных. Спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, что кому-то это будет полезно. Конечно, однозначно. Ну, что ж, дорогие друзья, я всем желаю здоровья, всем желаю счастья, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин